привет итак сначала немножко про ставки сегодня я выбрал тактику достаточно агрессивная я решил несколько ускориться и это могло мне стоит довольно дорого особенно запомнился теннис между майором и пу или где взял тотал больше восьми с половиной геймов по своей старой тактике на который я много сливался но тем не менее 5 от поставил такой вот ставку по 3 гейма должны были взять и тот и другой я поставил за две ставки на это на все а счет был 03 и на подачи пу или 15 40 и при счете 30 40 в общем должен был быть гейм 0 4 и 0 5 и все закрываете эту лавочку и снова на массовке но майор чудом ошибся у сетки день был взят следующий день пыль пыль взялась 15 30 на подачи следующий тоже взял еле-еле со счета ровно все-таки в итоге 36 3 гейма были набраны я отскочил и сразу в наказание себе так сказать сразу вывелся счета побольше сразу 1100 в продолжение дня тоже были всякие происшествия но уже не такие я вывал затем еще 730 рублей теперь баланс в марафоне меня составляет 2500 рублей примерно накопительный счет баланс в нем уже 3300 и вы видите также я сейчас на память не помню сколько уже составляют балансы во всяких других киеве счетах скорее всего счет в ноунейм киеве я потрачу на то что оплачу второй интернет который у меня более скоростной за которые не платил уже полгода где-то потому что первым интернетом пользуются практически все в семье поэтому скорости иногда не хватает картинка зависает а мне нужна конечно картинка качественная это 650 рублей тут уже 400 есть вы видите что уже и на велосипедном киеве 600 рублей скопилось там еще копить долго конечно главное сколько на накопительном счете завтра я постараюсь все же вернуться прежней спокойной тактики постараться снова не ставить на коэффициенты менее чем 1 и 4 хотя в общем иногда я прихожу к выводу что здесь в марафоне без этого возможно и никак иначе ты будешь либо очень медленно прибавлять либо стоять на месте иногда стоит на это решиться и поставить но иногда это бывает обоснованно иногда нет особенно когда ты особо не знаешь на кого ты ставишь тем не менее вдруг с чего-то решает что вот тот или иной обязательно там введя 61 в бадминтоне непременно выиграет а это далеко не всегда так короче я надеюсь что завтра будет все более спокойно потому что другого пути нет так как сегодня это в конечном итоге конечно будет грозить большими неприятностями я попробовал чуть-чуть прибавил но так всегда делать нельзя конечно сейчас немного о товаров которые я еще не успел продать на которые мне продать бы хотелось совместно с моим дружилой посмотрите вот этот чудный зонтик я по-прежнему продаю уже мы сбавили цену до 800 рублей но меньше уже некуда сбавлять если вы живете в москве то давайте встретимся с вами прям завтра лучший зонтик вы нигде не найдете он выдерживает просто ураган когда был ураган в москве я специально с ним выходил на улицу и он даже под силой ветра не гнулся так что вы надеюсь понимаете что 800 рублей за него это совершенно ничтожная цена стоит намного больше наушники сейчас их цена 1500 рублей хотя реально они стоят для тоже гораздо больше если вы не хотите чтобы они достались кому-то другому то лучше напишите мне первым наушники для айфона с ними вы почувствуете что такое настоящий звук замечательные просто таки наушники а также хотел бы вам предложить совершенно новый товар который мы продаем совместно с серёгой адвокатом вот эти вот удобнейшие комфортнейшие кроссовки в которых он играл в теннис всего лишь один раз но потом не появились другие они у понравились чуть больше но эти тоже великолепные ну вот как не прижились они у него а у вас я уверен приживутся потому что качество просто высочайшая ну а теперь хотя немножко подискутировать по поводу правил да я много пишу для себя правил не все всегда соблюдаю это факт я хочу лишний раз напомнить что я все еще по-прежнему болен болен игроманией и на самом деле может быть вообще никто никогда на свете не справлялся с этой проблемой в одиночку я буду первым кому это удалось тем самым все здесь снова все уникально ни под какие лекалы это не подпадает поэтому не нужно загонять меня в какие-то рамки пытаться говорить вот нужно так нужно не иначе я сам знаю как нужно если я понимаю что какое-то правило ко мне не применимо или я не способен его выполнять ну значит она не будет выполняться но зато в последнее время вы видите что много правил которые я придумал на самом деле выполняются это и вывод за счета более при сумме на балансы свыше трех тысяч я это делаю я действительно сейчас никогда не ставлю после 23 часов в марафоне с эти правила тоже проблем нет я знаю что проблем нет я соблюдаю с правилом 1 и 4 у меня до проблемы есть я продолжаю тестирование сегодняшний день показал что как можно и на меньше коэффициент ставить но рисков конечно намного больше стоит так рисковать и не стоит в каких случаях не всегда понятно везде это все индивидуально завтра я попробую опять же для сравнения вообще не брать такие коэффициенты ни разу посмотреть что получится так что кто-то тут говорит что у тебя там не какой-то характер там не победитель и все что ты вообще полная брехня на самом деле я привык всегда во всем быть первым либо никаким либо первым я никогда не сдаюсь если бы я был не чемпион по характеру я бы это дело давно бы уже бросил я не бросаю скоро всем покажу ради чего вообще все это затевалась что я нихрена тени тут страдаю я могу этим делом вообще делать столько сколько другим вам и не снилось еще пару слов про камеру оказывается даже моя вот это вот фотокамер на который я снимаю не такое же большое разрешение имеет не больше 480 пикселей так что все-таки техника мне нужно лучше этой камеры мне тоже мало ничего со временем это все тоже будет не волнуйтесь и ролики наши будут более интересные я буду уже вам показывать картинки того что я приобретаю на выведенные средства буду демонстрировать какие-то щеки крупных переводов моих клиентам кредиторам сейчас пока только ставки теннис какие-то массовки иногда скоро будет гораздо более все интересней подождите немного друзья основная движуха начнется где-то в конце лета пока на этом прощаюсь с вами пока